приветствую вас привет мои роднольки николь здравствуйте на первый вопрос разобралась ли я с техникой практически вот так цепь цепь не идет на колбасу на сосиски пойдет договоримся с этой техникой так звук огонь спасибо школа фатима ходуевой добрый вечер скучали я тоже скучал очень скучала но я себе взяла аскезу что пока я не доведу кабинет до нормального понимаете нормального чистого вида без всяких лишних этих историй все систематизируем сама себя наказала в эфир не выйду а я же знаю что я очень люблю выходить в эфир и я здесь отдыхаю с вами я тоже очень рада вас всех видеть не было давно латвия привет когда приедете в астану короткая поездка может быть в конце февраля на два дня уже по графику где-то конец апреля на конец апреля начало мая но тоже небольшая дня на три-четыре между этим все надо еще сформировать поездку в минск это заграница в общей сложности просит провести занятия а им ближе всего вниз приехать поэтому сейчас делается глобальное расписание на ближайшие почти два с половиной года минск сразу услышал минск добрый вечер краснодар приветствую только что смотрела в краснодаре есть парк голицына или голица называется к звездам поближе новосибирск приветствую еще не спите молодцы бежевск беларусь я очень соскучилась по беларусь питер ох уж этот ваш репе он опять зависает ну ничего на же здесь пугает с 1 марта вообще что-то должны отключить уже кулибины придумали как это обойти то что нужно отключить я думаю это наверно к выборам они готовят все а там посмотрим казахстан плюс три часа астана не спите в астане будет регише у нас проводить какой-то мастер-класс так что идите на красоту посмотрите замечательно ухудшилась а значительно ухудшилась в положениях хочу решиться на авантюру никогда не подумала что буду ее рассматривать безопасно ли она для меня и моих финансов когда что-то делается от нужды есть два таких момента ты рискуешь и говорят кто не рискует тут не пьет шампанское но рисковать в авантюрах можно в аферах сложнее а тем более если вы эти аферы надо вкладывать деньги всегда говорят легче всего заработать деньги с того кто хочет очень быстро заработать деньги поэтому иногда вам кажется что вы управляете этой ситуации а на самом деле этой всей ситуации управляет никто а вы являетесь лишь механизмом этого всего сейчас секундочку любые истории связанные с электронными деньгами крипто или еще чем-то они всегда замучательные то есть они прям вот прям вот вообще сказочно пиарятся но очень тяжело из них выходит вы заметили и звезды в этом актеров много развили поэтому финансовая безграмотность она наш бич что касается вас парк голицкого спасибо а это краснодаре так что касается вас вам необходимо было выйти из болота эмоционального убрать все свои обиды претензии к жизни претензии к обстоятельствам которые вы попали гораздо раньше чем сейчас и тогда бы вы по своей сути не были заложником будто ситуация которая вы находитесь ваша решимость на ту авантюру на которую вы готовы идти она где-то у вас внутри на интуитивном уровне она кто она авантюра она не вызывает у вас опасений по своей сути кажется что все она вот так правильно если это не связано с подделкой документов если это не связано с подлогом каким-то и не нарушает не нарушает юридического права и это и свободу других людей то в принципе можно сказать так вы можете оттолкнуться от дна и сделать эту авантюру для себя вот но если в ней замешана ситуация что люди могут пострадать то тогда это будет если не сейчас то позже очень долгий процесс выяснения справедливости и даже с правоохранительными органами а так что могу сказать команды надо иметь хорошие в этой ситуации а то говорящих много а за слова не отвечающих еще больше понимаете вам необходимо поменять точку зрения точку себя и вообще мыслить по возможно то через что вы хотите пройти это не единственный ваш вариант и выход в лучшую жизнь а так но если не умничать вот знаешь как по простому и не брать на себя там ответственностью я бы сказал так подумай прежде чем ты это будешь делать вероятности возможно опасности для тебя как для жизни как для свобод нет а вот твои финансы ты же задала вопросы для моих финансов могут быть разные нюансы тверская область привет так опять я вешу или как гомель грузия тамара можно совет про учебу оксаночка оксана 83 год какие тебе советы козерожки про учеба рогами уткнулась хвостом разгребла и поплыла как уточка уточка совет по учебе я не знаю какой ты совет хочешь услышать меня по учебе здесь идет такая позиция что ты основательно поняла что рассчитывать на кого-то особенно на мужскую там руку спину мозги уже не приходится и сегодня если ты делаешь какой-то шаг знает и формирует ближайшие свои три года три года стабильности и три года тебе понадобится качество юмора качество расчета и любви как я говорю о любовь и мудрость может быть в одном флаконе волгоград приветствую совет стрельцам я запишу тогда рано утром все советы по знакам зодиака раз вы это хотите вот и но мы будем тогда брать чтобы никто не запутались солнечные знаки вот как вот родились я родила там 16 января я козерог считаю это вот будем по солнцу ориентироваться без всяких вот этих зихеров мехеров там асцендент где у тебя где у тебя луна где у тебя марс венеры погоняет сделаю вот именно по знакам зодиака раз вам так хочется я заложу в это именно так чтобы это для вас было подходящее казахстан привет добрый вечер всем а когда будете не в минске а в гомеле ну знаете это беларусь гомель вы на хороший город ну да придется в гомеле всегда отдельно организовывали мероприятия потому что гомель он со своим мышлением со своей структуры очень сильно отличается от столичных граждан тоже сделаем совет стрельцам тельцам всем по знакам зодиака я сделаюсь что собираются отключить с первого марта привет из махачкалы привет ну да махачкалы когда как когда дойдет знать как погода москве похолодало через три дня у нас так раньше было махачкале вот есть разговор о том что первых этого ян марта хотят отключить випе и поэтому ломают разные там структуру випе яновские которые работают но у нас есть телега у нас есть контакт у нас есть все что угодно я как говорю кто хочет тот всегда найдет кто может тут всегда все сделает правильно правильно единственная здесь проблема в том что люди которые вот эти вещатели говорители или же блогеры которых до хренища гуляющих миллионов по 8 миллионов за рекламу платят по 25 по соточке 100 миллионов платит там рекламу нет мне конечно же они максимально первые выйдут в эфир и будут занимать какие-то ниши общения с вами те кто боится для них это сложнее а те кто идет на человека я думаю голова есть найдемся ну и так страшен черт как его малютка поэтому переживем чем только не переживали чем настолько не пугали как я говорю напугали и жагу лыжокой так и у нас все будет хорошо и мы 52 года никак не получается с работой ирман ты уверен что хочешь работать нашим есть такие моменты когда бывает что до нужна работа для того чтобы были деньги для того чтобы решать вопрос и деньги как говорится нам не нужны потому что нам нужно то что мы за них нужно купить по своей сути такое состояние как будто бы ты настолько не уверена в себе настолько переживаешь что-то ну какому что-то не знать чему-то не соответствует я называю это такими на за уши привязанными психологическими комплексами и вопрос следующий кому позволила себя вот так как котенка морда и об стол сделать чисто психологическое сдерживание процесса и поэтому с работой у тебя не получается ты даже когда и хотела бы по куда-то пойти либо услышать предложение тебя автоматически вот эти шипы и шарик вот этого легкого предложения на шипы натыкается и получается то меня не позвали там не отказали то я пришла не понравилось то еще чего-то так работает я просто здесь вижу перегружена нервная система перегруженное состояние вот неверия в себя ощущение как будто после какого-то обмана не можешь оклематься поэтому остановись посмотри 10 числа 1 новолуние вот этого цикла большого драконьего года дракон мифическое существо объем энергии колоссальный и благородство в этой энергии очень много как следствие мы будем это получать и как следствие люди тоже будут это получать эту энергию и будут этим благородством вынуждена делиться поэтому участвуем новолуние проделывая работу работу я вам там сделала новолунию мне для девочек и мальчиков первого класса как я буду с каждым разом у нас будет все серьезнее может быть даже короче но серьезнее вот и во внимание будь к себе и там дальше посмотри как будет развиваться события и поверьте мне они очень быстро начинают развиваться очень очень еще раз говорю если раньше звонили и говорили гамидовна пожалуйста до полмиллиарда там не можем продать уже год объект помоги я говорю не мешай не мешай мне главное об этом сейчас не подумать пока ты деньги не заплатил только думается только начинается делать на следующий день звонит мне на сделку выход под страхерте но подстрахуйте так что вот так это все быстро решается дальше девятнадцатая марта восемьдесят третьего года просто совет спасибо совет офигенно все совет все чтобы ты не хотела сейчас сделать сделай как с маленькими деньгами с маленькими шажками с маленькими детскими желаниями и это принесет тебе больше большие возможности например ты хочешь серьезно в деловой костюмчик одеться нарядиться и прийти там решать какие-то вопросы с кем-то может быть даже это показывая роликс и эти вот эти сумочки эти дорогие которые неудобные не закрываются обверки называется вот то это не сработает а если блин простите я опоздал вот сушить мороженки нет давайте сейчас это сейчас все решим по-настоящему когда вот как ребенок настоящему для это получится также если ты там сидишь и думаешь вычисляешь а сейчас надо какой-то там бизнес надо что-то менять куда-то вкладываться блин опять это большие деньги все это заблуждаешься потому что то что нужно тебе она идет на шкаф монетку подкинула вверх и тебе пофигу что она падает или не падает трусы и руки освободил он может быстренько взять то что тебе нужно так что вы так было то ли крипто это лохотрон чему они не желатые ну понятное дело сейчас у нас все эти великие вещатели прорицатели говорят скоро перейдем на электронные деньги то-то-то-то слово скоро мы слышим уже лет 15 еще уже наверно где-то столько же это но 10 мы будем в этом процессе поэтому давайте так все будет хорошо меняла работу все ли у меня будет хорошо твоя задача сейчас не думать будет ли у тебя что-то хорошо или не будет у тебя что-то хорошо твоя задача просто быть в этом процессе и если это твоя работа если тебе она нужна не всегда ходят люди на любимую работу будешь на любимой работы никогда не будешь работать и будешь только отдыхать вранье я уже несколько раз это говорила еще расскажу иногда нужно ходить на работу потому что нужно ходить на работу и делать то что ты не хочешь делать очень много через это выясняется главное не застрять в болоте так вот если ты пришла на работу тебе все нравится твоя задача одна так мне это нравится это мое в данный момент времени я не хочу ждать что будет Я хочу формировать то, что в моей жизни должно быть не для них и не управлять ими, а для меня лично. Это перво-наперво. Но если бы вопрос грамотно, на что обратить внимание для того, чтобы была комфортная обстановка на работе для меня? На что время чуть-чуть нужно для того, чтобы в течение полугода, восьми месяцев будет формироваться обмен пониманиями тебя и коллектива? Не суди никого, не осуждай, не думай, что осуждают, или не додумывай за них, что они будут думать о тебе. И к чему эта работа приведет? Эта работа приведет к тому, что ты научишься управлять своими эмоциями, главное, своими реакциями. И как следствие у тебя почему-то происходит проработка гордыни, которая выводит тебя на совершенно новый уровень. Я бы сказала, да. На уровень высшей ступенькой, чем ты есть. Даже для себя сама. Итак, дальше. Поэтому смотри, если ты участвуешь в новолунии нашем, а желательно участвовать, теперь я буду говорить всем, потому что мы перешли уже в другую историю, и там надо очень быстро. Один из моментов, который нужно будет это сделать, это в углубленном. Только такая работа. Вот когда будешь прочитывать, там написано какое количество мантры, будешь прочитывать обязательно просто, когда ты это делаешь, для тебя лично, и для всех, кому это необходимо, именно с подобной такой историей, это сделать наклон вперед-назад, вбок и вправо, да, ну, влево-вправо, неважно, в какую сторону, вперед-назад и вбок. И потом сделать три круга вокруг своей оси. Сделать и потом остановиться и начинать читать. Для чего вы делаете? Вы как будто бы себя в новом пространстве адаптируете. Вы в новом пространстве перестраиваетесь и раскручиваете свою собственную энергию. Так тоже можно помогать своему сознанию. Так. Дальше что у нас? Вы битва экстрасенсов, реванш, будете участвовать? Да бог с тобой. Ну что-то. Я лучше в закрытой группе буду с вами разбирать, что там происходит. Я очень расстроилась, конечно же, что мне нравится этот мальчик Александр. Он такой маленький, в очочках такой, антаролог, да? Мне нравится вот его вот эта непосредственность. Что он не прошел? А кто там проходит? Интересно, кто их танцует. Добрый вечер. Можно, пожалуйста, совет Саида? Саидочка. Вот в твоем случае, конечно, было бы важно конкретизировать, в какой области. Почему? Потому что у тебя здесь... Тебе вот сейчас нужно будет, ну, грубо говоря, если я сейчас начну, мы можем всех сказать, все идите, до свидания, и начинать разговор с тобой. Потому что у тебя есть по всем сферам, вот все, да? Ты личные отношения, дом, это реализация, ты сама, твое внутреннее состояние. У тебя по всем произошло искажение из-за одного действия. То есть, понимаешь, вот получается, вот оно в пазле, да? А у тебя произошло вот такое смещение чуть-чуть, и получается, что точки, все лучки изменились. И поэтому ты ни там, ни там не попадаешь. Из-за этого возникает состояние уже хронической, уже завуалированной депрессии. И хочется сказать, не трогайте меня, оставьте меня. Я не знаю, как это сделать. Только так раз, опа, вдохновилась, и опять вот идет вздувание. Как будто бы тебя кто-то, есть такое понятие, да, юзает, да? Ну, то есть абьюз, модно, да? Кто-то тебя подавляет. Вот с этим надо разобраться. Если это невозможно убрать, то измени отношение к этому. По крайней мере, реакции своей. Потом будет многое понятно. Тема эфира «Ответы на вопросы». О чем беседа? Ответы на вопросы. Дайте мне пинка, Олеся. Олеся, Олеся. Так, какой тебе пинок необходим? Ты знаешь, Олесь, такая картинка интересная получается. Тебе нужно сразу давать три пинка подряд. То есть, если тебе давать один пинок, ты пока будешь в ту сторону лететь, куда тебе надо, ты походу еще две какие-то темы подхватишь, потом не долетишь, и тебе заново надо будет это все делать. Смотри, с кем из старше тебя женщин, мама, тетя, сотрудница, неважно, у тебя есть напряженное состояние внутри тебя. Внешне оно может быть проявлено спокойно, но ты как будто бы вот идешь, и тебя потрясывает. Именно с одной какой-то женщиной. Этот вопрос не разрешен. Она может вести себя, как твоя мама, вот по своей сути. И не надо сопротивляться иногда. Есть такое выражение, покорный теленок в двух маток сосет. Послушай, что от тебя хотят, может быть, есть в этом зерно правильности, а если это неправильно и не для тебя, старший человек, уважай, да? Головой кивнула, пошла, сделала правильно. Неправильное решение принимаешь в эмоциях. Неправильно. Поэтому ты не в том направлении, чтобы тебе пинок давать. Тебе вначале развернуть надо. Солнышко мое. Хорошо? Сама разворачивайся. Конец февраля, март, месяц, это все случится, и случится это твой пинок собственный. Споткнешься и правильное направление пойдешь. Все будет хорошо. Выровняется. Поменяла работу. Все ли у меня будет, получится? Любовь. Любовь. Мне кажется, мне уже задавали этот вопрос. Работайте. Просто работайте, действуйте. Было бы что-то сложное, я бы сказала. Татьяна, 16 января. Специально написали мой день рождения, да? 86 года. Решу ли я проблемы с финансами. У всех козерогов сейчас, как будто бы их выпустились с финансовой тюрьмы, открываются глобальные возможности, идеи и реализации, связанные с финансами. Главное, не самообманывайтесь. Главное, не пытайтесь разбогатеть на стакане семечек. Категорически запрещены любые азартные игры, как на биржах, так и с государством. Очень много необходимо подчистить. Начиная от, я не знаю, помогает вам или нет, генералка мозгов и общего вида до энергии. Энергии грязные, кармически все перевернулось. Вот так все перемешалось. Хотел нехорошее слово сказать, хотя это было бы правильно, потому что это зависит от ваших личностных этих недоотношений. Полина, 18, Максим, 26. Будем ли мы вместе? Какие выход роли? Письмо напишите, я передаст вам сработаю. 18, 26. Вам слепить эту жизнь, договориться и сделать все проще простого. Либо понять, нужны вы друг другу или нет. И оглянуться. Главное не строить иллюзии. Очень много разговоров, очень много больной эмоций в ваших всех вот этих гипотетических каких-то там будущих историях. И еще я на такое не смотрю, потому что это вопрос, который вы можете решить. Абсолютно самостоятельно. Не задействуя Вселенскую канцелярию. Алена, как выстроить правильно бизнес? 7 марта 1986 года. Как правильно? Ну, бизнес-консультации платные. Вы можете прийти или по онлайн, но я вам все схемы расскажу. Вообще. На первоначальном этапе. С чего начать, с кого начать, с кем начать. Вообще запросто. Знаешь, вот сейчас молодые же есть, которые типа нумерологи-коучи, он берут за это. А вы прям так. Как выстроить правильно бизнес? Бизнес надо выстраивать. Карта жрица выпала. Если есть инициация, работайте. Если нет инициации, следите за тем, когда у нас будет занятие. Но здесь, в вашем случае, нужна вторая ступень, потому что она формирует мышление, и вы можете работать уже с ситуациями. Пока. Если нет у вас инициации, значит, если есть глупый вопрос, почему вы его задаете. Студенты знают, как с этим работать. А если нет, участвуйте во всех проектах, которые я делаю. У меня их вообще раз-два я пчелся. Вот. Если они бывают во всех проектах, потому что я буду уделять внимание каждому человеку, который оставляет там свое имя. И я с вами прорабатываю и, как говорится, подбодриваю. Работа, работу, бизнес выстроить вообще не проблема у тебя. Главное – правильно распределить энергию. Добрый вечер. Вы как-то мне говорили, что я должна завершить свои процессы. У меня получилось. Любимка моя. Себе уже должна, Ксюшенька, знать. Как это ты? А я не помню, я тебе говорила, что ты родилась в день павлина. Просто я лет 25 назад работала с одной семейной парой. У нее муж был рожден 23 августа. А так как я очень много… у меня было знаний и информации, они и есть, просто сейчас они не всегда актуальны. И я помню, когда я его вычисляла, там прям нужна была четкая корректировка по энергиям. И вот 23 августа было найдено, что это день павлина. Итак, завершили ли все у тебя… Ох, ты шьёк, как на театр. Да. Вот смотри на картинке. Видишь башню? Разрушение. Иногда разрушение – это твоих принципов, морали, образа жизни, да. Это взаимоотношения еще могут быть и с родителями разрушения, с людьми. Конфликтная какая-то ситуация, да. Смотри, чем она перекрывается. Опа. Туз кубков. Любой туз – это классно. А туз кубков – это эмоциональная сторона вопроса, разрешена максимально правильно. Ну что, поздравляю тебя. Перелитые кубки ты оставила, развернулась там, где стоят два лубов. Так. Добрый вечер. Плохо себя чувствую, трясет. Лежала, думала, чтобы посмотреть, чтобы отвлечься, успокоиться. И тут подарок в эфире. Скажите, что делать, к какому врачу идти. Смотри, солнышко мое. Все зависит от… А, первое. Зависит от чего? Насколько часто у тебя бывают такие состояния? Второй момент. Плохо человек всегда себя чувствует. Ой, он всегда знает почему. Потому что либо у него где-то на подсознательном уровне какие-то есть самогреховности, есть какие-то обиды или проблемы, что-то не получилось, что-то случилось не так или не поэтому. И поэтому получается, что он знает, где-то его психика не срабатывает. Открывай спокойно двери. Ты мое только это не тащи. Что ты там не вкусненькое купил? У меня дочка зашла, они мне принесли сегодня круассаны. А вот сейчас я вижу, они лезут в мою корзиночку и забирают оттуда что-то. Сочник мне оставишь? Хорошо, забирай все. Спасибо. И получается состояние, оно психоэмоциональное и загруженное. Я убираю сейчас медицину, разгребаю, чтобы было понимание. Следующий момент. Если это общее состояние, как простудифилис, в общей картине о сегодняшней погоде, опять же, с этим разберись, пожалуйста, это несложно сделать. А если это состояние, как ты говоришь, такое уже, знаешь, как горневое, и не психосоматика, и не простудифилис, а что-то вот тебя внутри беспокоит, и к какому врачу ты говоришь обратиться, диагноз меня потрясывает, и мне плохо подходит все. Поэтому в данном случае я, конечно, бы сказала, начни с психотерапевта, да, но вопрос, я считаю, достаточно такое, солнышко, глупый, начни с себя. Вот просто, вот просто пиши, возьми тетрадь и напиши. Мне хреново, мне очень хреново. Я не знаю почему, меня аж трясет. Трясет от чего? От злости, от боли, от обида, от холода, от непонимания, от страха. Вот выписывай, сама с собой поговори, возьми сама у себя анамнез, как будто бы перед тобой ты сама пришла к себе на прием. И посмотри, тебе врач задаст какой вопрос? Когда началось? Пишешь. Началось несколько дней назад, чувствовал недомогание. Что вы почувствовали? С кем вы общались в этот день? Были ли у вас контакты с заболевшими? А вы понимаете, что были контакты у вас с людьми, которые вызвали у вас неприятные ощущения. Вот так можно проанализировать, реконструировав события за некоторое время. Может быть за три дня, за неделю. А иногда нужно будет на три недельки убежать. Вот так развивается не только вирусное заболевание, карантинный период, который имеют, но и энергетические. И еще я отвечаю не только человеку, который задал вопрос. Я отвечаю на это всем. Это рекомендашка. Это лайфхак, как вы говорите, для всех. Проанализировали, посмотрели. Потом разбираете, а что сейчас хочется? Хочется очень много пить воды. Эмоций не хватает. Либо наоборот, не хочу есть ничего. Иначе организм где-то перегружен. И нужно восстановиться. Обязательно все равно пейте воду. Вода нужна, она будет эмоциями. То есть эмоции, они промывают эту дурь всю вашу из головы. Так же, как и болезнь. В критической ситуации, не знаете, куда обратиться. Вот просто вас потрясывает, сложно, непонятно что. У нас есть волшебная, волшебная вода. Блин, стакан нет, надо. Я витаминки здесь пила. Я люблю шипучки. Вот, берете стакан с водой. Вот его, две ручки. Все в ваших руках. Берете две руки. Вот так вот, свой стакан. Кроме вас, никто не знает, как это сделать. Кроме вас, вы никому не нужны. Только сами себе. Взяли этот стакан, взяли эту воду. Все же умные, все же начитались. Я, если в воде читать молитву, она становится красиво. А если куличить речь Гитлера, там будет вонь. Ну, нахера вам эти знания, если вы их не применяете? Для того, чтобы где-то выпендриться. Где-то просто показать. Да-да, я видела, это про Э, программы и все остальное. Вот, применяйте это. Делайте из-за того, что вы услышали, навык хороший. Спасибо за вопрос. Видите, как у нас получается ответ для всех. Взяли вот этот стакан, выровняли спину. Подумали о том, что вам необходимо. Да? Забыли. А те, кто не знает, просто. Я прошу энергию необходимую мне на то, на что действительно мне необходимо. Хотите, почитайте молитву, которую знаете. 7-9 раз почитали, побыли в этом состоянии. И выпейте эту воду, и улыбнитесь. Попробуйте сделать это несколько дней. У вас же здесь психологи. Психологи учат же, что привычка развивается 21 день. Ну, попробуйте 21 утро это сделать. А если есть, опять же, инициация в рейтке, по первой ступени вместе все делать. Вот. А, у меня побежали. Побежали, побежали ваши вопросы. Наверное, точно где-то зависание было. И проанализируйте. Тогда вы будете объективно знать, почему вас трясет, почему вам плохо, и что вам необходимо. И опять же, за шкирку поднимем только мы сами. А я рядом. Стоит ли уходить с работы в Египте и переезжать в Питер или в Москву? Максим, стоит ли это делать? Не стоит. Пока не надо. Или обязательно надо. Максим, понимаешь, здесь ситуация такая. Для чего ты хочешь это сделать? Вот такое ощущение, как будто бы конец апреля-май месяц тебе покажет картину, какое правильное решение. Вот именно в то время, в тот период времени, конец мая-апреля, конец апреля-май-июнь, будет понятно, что тебе с этим делать. Что тебе даст переезд в Питер? Что тебе даст переезд в Москву? И что тебе даст, если ты останешься в какой-то период в Египте? В Египте ты из Египта хочешь бежать. Уже вот здесь что-то у тебя сидит, потрясывает уже. Как будто бы ты там привязан к чему-то. Питер для тебя максимально лайтово. В Москве могут возникнуть какие-то юридические сложности. Не знаю за чего, опять же сам разбирайся. А если ты остаешься в Египте на еще на какой-то короткий период времени, что натворил? Ответ есть в том, что я ответила. Такое ощущение, что упустила столько возможностей, что очень хочется раскрыть свой потенциал, но не знаю с чего начать и как действовать. Так у нас получается 29.08.98. Я просто хочу сразу вычислить, сколько же тебе лет, что ты упустила. Я думала, там пишет моя ровесница об упущенных возможностях. Ну, конечно, это прикольно, когда в 24-25 лет, в 6 лет думают о возможностях упущенных. Ты, самое главное, упустила состояние не впускать себя в сомнения. Вот ты прогуляла тот момент, где стопей, стопей, не надо мне сомневаться, мне не надо переживать за эту тему. Вот это ты упустила, когда это зашло в тебя. И дает тебе состояние все время, как будто ты не можешь. Тебе, грубо говоря, так. Если ты говоришь о том, что ты упустила, я бы обозначила так. Ты упустила какую-то форму взаимоотношений с миром, с людьми. Ты куда-то была уперта во что-то маленькое, детское, во что-то такое ненужное и потратила на это время. А оно не взросло, не дало тебе тех плодов и того результата. Но фиг с ним. 150 же лет сейчас. Что делать, от чего отталкиваться. Вообще проблем нет. Вообще проблем нет. В это новолуние, начало года дракона, офигенного, 10 числа, участвуешь с нами вместе в новолуниях, формируешь свою новую жизнь. Тебе нужен просто дополнительный, может быть, коллективный такой пинок, даже не пинок, а напитка. И все попрет. Со всех сторон. Ты будешь еще думать, так, я как обезьянка, я или красивая, или умная, я вот здесь много денег зарабатываю, я вот здесь много денег зарабатываю, какое же мне выбрать, третье, там тоже будет неплохо. Это не только про деньги, это про энергию. Так, что успевают читать, то, что не бежит. Кинули на деньги на работе, рассчитаются ли? Очень редкие случаи, когда люди, если они... А для чего они тебя кидали на деньги? Чтобы тебе их потом отдать? Это если ты назвала это кинули. Возможно, у организации нет сложной ситуации, и они в форме экономии экономят на зарплатах или же на оплатах сотрудникам. Выплатят ли тебе денежную компенсацию, то, о которой ты думаешь? Знаешь, я тебе сказала, участвуй опять в новолуниях, и ты увидишь результат сама. Больше выплатят, чем нет, но есть один маленький нюанс. Этот нюанс заключается в тебе. Знаешь, как это называется? Вот они должны тебе 100%. А ты переживаешь, внутри на них злишься, оскорбляешь. Вот все, что ты думаешь об этой ситуации, осуждаешь, злишься. Вот получается, вот от этих 100% капает минус процент. И вот сумма, сумма может быть меньше, ровно на вот этот весь твой гнев, который ты испытала. Такое тоже бывает. Попробуй немножко переориентировать, для того, чтобы разрешить. Вот это будет твоя магия для решения своего собственного вопроса. будет ли встреча 24.11, не знаю, что ты там задумала. 24.11 или 15.11. Здесь стоит солнце. Там пахнет не только встречей, но и заключением контракта, постелью, рождением ребенка. Ты посмотри мне, аж даже вниз пришлось нагнуться над этим. Потом расскажи, да, что там у тебя будет, а? Всем интересно. Наира, прошу совет. Наирочка, солнышко мое. Вот так в этой жизни ты наслушалась и советов, и рекомендаций, и всего. Зеркало встало, расчесалось, выровнялось и сказал, Наира, какие тебе советы надо? Самый главный совет – это использовать все, что ты до этого накопила. В своей голове, в своих ошибках, в своих опытах, в своих решениях. С сегодняшнего дня начинай делать. Аккуратно, тихо, медленно, сразу просто, знаешь, когда долго лежишь в кроватке, и потом марафон-то не сдашь. Поэтому поступательно иди. И делай на каждый момент времени. Говори, а это я хочу, а это мне нравится, мне это комфортно. Все будет тогда правильно. Мудрость. Иди. Звезды говорят, иди отдайся, да? Иди отдайся этой жизни. Наслаждение получай. Уже поздно тебя осуждать или тебе советы давать, эти рекомендашки. Тебе уже ничего не страшно. Уже большая. Все будет хорошо. Доверься себе. Так. Как избавиться от одиночества? От одиночества не избавляются. Некоторые люди этого одиночества просто заслужить никак не могут. Есть эфир у меня, одиночество не почему, а для чего. Там есть очень много ответов на этот вопрос. Тетя Фатима, нужен совет. 17 декабря 2001 года. Голубое сердечко. Совет. Перемены в твоей жизни уже начались. Принимай полюбовно. Прямо у тебя обстоятельства жизни. Знаешь, как будто обволакивать любовью. Вот везде вот. Знаешь, как даже кто-то захочет что-то где-то тебе там испортить настроение, ты сам себе захочешь. Надо же пожаловаться. Не получится. Понимаешь? Даже это не получится. Я думаю, это у меня камера скрипит, это у меня кресло, а стол трется. Так, дальше что у нас здесь получается? Что это у меня одни стрельцы? Настенька, 19 декабря. Настенька, тебе надо разобраться, что ты несешь на своих плечах. Ощущение, что у тебя мало того, что свой вот этот рюкзачок, ля-ля-ля, 3 рубля, идешь, да, со своим рюкзачком по этой жизни. Так еще на халяву столько накидала, что ты идешь и не можешь поднять, ты даже голову поднять не можешь от того, что на тебя навалено. Когда дойдешь до какой-то точки, все, которые, халявочки были вокруг тебя, которые на тебя взволили, свои мешочки взяли, побежали. Ты не то, что побежать, ты лечь не сможешь, понимаешь? У тебя сил не будет дальше идти, поэтому разгребись. Вот так вот тебе паразитов из своей жизни так, раскидай. Это уже будет похоже дальше на нарушение. Я сейчас объясню, как это все происходит. Я, конечно, могла сказать, энергетическое нарушение. Нужно срочно приводить все в порядок, да. Но для того, чтобы вот это все сейчас не говорить, приходи на прием, надо почиститься. Вот это все, это одно слово. И там все будет решено. За мгновение внутреннего решения. То приходится долго объяснять, как это происходит. Когда вы очень долго несете чужие ответственности, чужие какие-то ноши, и понимаете, что не можете их скинуть, и не хотите, может быть, может, вам сказали, что это ваше на время. Вот места, где вы несете чужое, у нас получается, сучки, древесины пролежней. У нас нарушается целостность тела, язвы. Их потом надо лечить, потому что дырки там. Вот так же и энергетически. Вот вы вроде бы, я все, я решила, я крутая, я сама. Скинули этот груз. Ответственность всех нахер послали, а сил-то нет. Как воздушный шарик через эти дырки уходит даже вот это ваше. Вот, поэтому здесь уже нужно будет специалиста. А у вас сейчас как раз в пограничном состоянии нужно правильно перераспределить, за кого вы что делаете, и для кого вы что делаете, что вам потом не принесет польза. Юля, что не так? Нет настоящего мужчины рядом, детей одна воспитывалась, и все, и ушло. Я не могу понять, что ты имеешь, что ты лично вкладываешь в слово настоящий мужчина. Я тебе могу привести пример. Для одной женщины настоящий мужчина это тот, который может гвозди забивать и мелко шинковать капусту. Она любит соленую капусту, вот эту квашеную, там неважно. А сил нету ее шинковать. Вот она говорит, для меня был бы настоящий мужчина, чтобы он умел ведрами капусту шинковать, ну и гвозди забить, если что. Вот это для нее настоящий мужчина. Для другой настоящий мужчина, это который 500 тысяч ей положит, так, делай, что хочешь, да, лишь бы меня не трогало. У каждого человека свое понимание и свой рисунок настоящего мужчины. Поэтому определись, ты хочешь настоящего мужчину, чей образ кто-то тебе сказал, какой он должен быть, либо действительно это твое желание видеть, как ты говоришь, настоящего мужчину. Это очень тонкий момент. Вы даже не замечаете, когда вот вы там дружите, с кем-то общаетесь, и, например, ваша подруга в эмоциях, это энергия, энергия, почему я не занимаюсь психологией, я занимаюсь энергией, это энергия, рассказать, какой у меня мужик, он такой, он богат, он ля-ля-ля-ля, она описывает мужчину, какие поступки он делает, что он там ей дарит, не дарит, она может припесдывать, ой, в смысле, преувеличивать эту всю ситуацию, а вы на вдохе принимаете образ ее мужчины, которого она нарисовала, от которого она кайфует, берете его себе. И получается искусственно вы хотите точно такого же, потому что такой нравится вашей подруге. А почему? Потому что вы не знаете, какого хотите вы. И вот здесь возникает, что у вас не получается личных отношений, потому что образ, ниша, горшок, ваза, там, аквариум у вас вот для одной вот такой маляпусичной рыбки, а вы акулу зовете. Не поместите. Поэтому в данном случае надо посмотреть ваше понимание. Опять же, отвечая не только вам, отвечая всем, кто сталкивается с этой проблемой, что такое желание настоящего мужчины. Это новолуние первое, которое у нас будет в астрологическом драконьем году, мифическом. Оно очень мощное, оно очень сильное. И оно как раз будет в такой фазе, что ни одна планета ретроградная не идет. Все планеты идут классно. И Марс, и Венера, мужчина, женщина, они идут потрясающе друг с другом. И Плутончик, даже вот эти там, как у них говорят, это квадраты, секстиль, бисекстиль, вот это все, это все идет нормально, хорошо. Поэтому вот именно в это новолуние можно накопить эту энергию, партнерство Венеры-Марса в хорошем таком аспекте, чтобы оно реализовалось на личные отношения. По крайней мере, в новолуние, во время, когда вы будете по инструкции, там есть инструкция для мозга, а для души, скажите, я готова принять своего. Мне это не надо описывать, Вселенная не дебилка и не дура. Глаза в Разилье-Резе, члены размера, голова такая, ноги такие, работа, заработок, кто это? Не надо этого, моего, вот тот, кто мой, кого я чувствую, с кем вот у меня вот будет, я буду счастлива и кого я могу сделать счастливым. Вперед из песни. О, углубленный, если будешь участвовать, в смысле не меньше, я не ограничиваю твою возможность дойти до крэйзи. Как справиться с частыми болезнями, ставить диазм из астмы, у Софии, Оксаночка, солнышко мое, 29-го, 09-го родилась, 18-го года, вот эта малявка, ей ставят астму, разберитесь, пожалуйста, что в семье происходит. Посмотрите, кто не хочет жить в этом всем, в таких подобных отношениях, это раздражительный фактор. ребенок показывает проблемы взаимоотношений в семье, некомфортно, она задыхается от того, где она находится. Либо это дом, квартира, отношения, бабушки, мамы, дедушки. Через этих детей можно читать некомфорт, то есть они не умеют врать, а мы привыкаем, мы к запаху, а даже едкого ацетона можем привыкнуть, когда мы находимся в нем постоянно. Знаешь, пахнет? Не, глаза только режет. Вот, поэтому посмотрите их там взаимоотношения, а потом уже разбирайтесь, астма это или нет. И посмотрите, пожалуйста, кто у них уходил с где-то с 19-го, 2022, я бы сказала, ну, я еще 19-го захватываю года. Итак, хотим мы бы просто душка. Сейчас я фильтр выключу. И рова появится. Спасибо, роднульки. Наталька, когда получу жилье по нашим, чего по нашим? По нашим средствам. Никогда вы не получите жилье по своим средствам. Ровно в том момент, когда вы уже накопите и захотите, жилье либо взлетает, либо вы хотите уже что-то другое. Такое бывает в жизни. Поэтому я понимаю по вашим средствам. Иногда планочку надо завышать. и никогда. А прямо сейчас здесь и сейчас начинайте искать варианты. Просто думать, смотреть. Как? Щупать, звонить, выбирать уже то, что вам хочется. У вас должно быть насмотренность, у вас должно быть не то, что даже, как сказать, образность этого всего, образного мышления. Нас убили образное мышление. Поэтому это от этого зависит. Ну, понятно, не только у вас, но еще и от человека, с которым вы жильем. Если вы сможете его насмотреть, наувидеть, то достаточно, достаточно правильно, без агрессии, что документы, деньги, банки, а почему так не усугублять претензии и проблемы, это можно сделать, уже сформировать в своем сознании весной, конец весны. Но если вы будете все время говорить, да, конечно, сказали, а вы видели там какие документы, а ипотеки, а это, ну, то есть, начинайте парировать любое вдохновленное энергией состояние в вас, вы будете выпихивать эту же удачу, эти же возможности и те чудеса, которые иногда через чужих людей нам вселенная посылает. Не судите ни мир, ни жизнь, ни себя. Прошлое не вернуть, а нужно новое формировать. Успейте до конца весны поменять мышление, а потом либо средства подтянутся под ваши желания, либо жилье по вашим средствам. Второй вариант хуже, потому что сегодня уже есть жилье по вашим средствам. Но оно вам не понравится. Так, сын Артур личная жизнь не складывается. 89-й год, неженат. Ты только не говори здесь, сейчас завалят тебе неженат. Молодой парень, вообще совсем молодой, красивый парень. Так, что у него там? пережил эмоциональный разрыв и в принципе поставил себе понимание, что всем нужны деньги, так нужно денежная такая уф. И мама у него, кстати, если знаете, передайте, пожалуйста, такая достаточно властная женщина, все решающе, все может решить. Вот, и немножко образ его девушки сместила. но у него нет проблем. У него нет проблем ни с женитьбой, ни с дальнейшими историями. У него пока нет желания. А как он это будет говорить? Он говорит, я пока не вижу то. Все врут отмазками. Скажите, короче, не женись, это не мои вопросы, тараканы. Когда найдешь, смотри, чтобы я тебе поздно не была, свадьбу не делала. Не хочет пока. У него эмоциональная привязанность была какая-то, с которой он болезненно проживает, и у него есть какое-то неверие во всю ситуацию. Кто это у меня опять хитрушничает? Миланочка, совет для дочери. Ох, как ты много всего-всего сделала. Совет для дочери, советов никаких не нужно. Здесь совет научиться принимать и благодарить. Просто благодарить и радоваться. Это самый большой совет. Слютой для меня работа, мне до пенсии оставаться на месте. Что такое пенсия? В моем понимании пенсии не существует. Я уж точно говорю, к тому моменту, когда мне официально нужно будет получать документы пенсионерки, пенсии не будет. По крайней мере, в том виде, в котором есть пенсию, мы зарабатываем себе вот сейчас. Здесь и сейчас. Поэтому, если вы спросите, оставаться вам на этом месте или до пенсии, это там тарабанить, только зависит от вашего желания. А оставаться или же на этом месте или до пенсии или уходить. Вы можете позволить себе сделать и то, и другое. Но, если вы воспитаны и у вас в голове вам кто-то внушил, родственники, знакомые, да ты работай до пенсии, потом будешь выпендриваться. Если у вас это сидит, и вы боитесь ответственности, чтобы вам ничего сидеть там до пенсии, я не вижу сложности, кроме и эмоциональных страхов. Знаете, есть такое, мужики иногда говорят привороженные, и без нее не могу, и с ней не тошно. Подумайте, пожалуйста, вы знаете ответ на этот вопрос. А все, что нужно было, мы уже сейчас проделали. Шишка на ладони больше месяца. Ай-яй-яй, уже ушло, ушло, ушло. У меня рак. Алишера, ну ты что, дурак что ли? Рак, дурак. На ладони. Я бы сейчас, конечно, пошутила бы не очень комфортно, но лучше знаешь, что не вот у меня спрашивать, а сходи к врачу, пусть себя проверят. Экзамен на носу сдам, не сдам, с носа с ними неудобно будет, глаза скривятся. Вот, вот так пусть сидят, сдают экзамен. Сдашь, куда ты денешься. Всегда сложный экзамен. Ну вот смотри, знаешь, в чем плохо здесь? Дело в том, что первая карта выпала, идет психоэмоциональное напряжение. Но это логично, если я тебе скажу, потому что все нервничают, когда у них идут экзамены. Вторая карта, которая выпадает, она дает подсказку, все равно все будет хорошо, пусть не переживает. Как сказать тебе о том, что не переживай, все сдашь, у тебя все будет по кайфу? Что твой мозг выбирает? А, я все равно сдам, ни хера не буду учиться. Понимаешь? Ну или там, ладно, я подучу, у меня там все равно все помогут. Халатное отношение может привести к тому, что ты его не сдашь. А с другой стороны, если я тебе скажу, там есть напряжение и сложности, ты начнешь вот так труситься, нервничать. И вот неизвестно, пойдет ли вот на эту нервную систему тебе запоминание. Поэтому давай так, мы будем держать за тебя кулачки, ты готовишься к экзамену, главное, не нервничаешь, потому что это не вся жизнь и на этом жизнь не заканчивается и вот позволит ему просто случиться. Все будет хорошо. Зураб. 42. Вот это у меня становится иностранными словами очень сложно. Зураб, если брать, то карта тебе говорит о том, что все, что ты сейчас просчитал и думаешь, что это все правильно, нет, есть еще один вариант. Так, Анна, 22, 12, 90, что будет в личной жизни? Аня, откуда я знаю, я что с тобой живу, что ли, что у тебя будет в личной жизни? Могу сказать, ребенок к тебе идет, тебе надо с ребенком какие-то вопросы решать. Вот, но это неправильно заданный вопрос. Что-то закрывается, что-то открывается, дружба не кончается. Дружба, переходящая в любовь, иногда обратно переходит в дружбу. Ты услышала все, что я хотела сказать. Так, совет, можно ли, можно внук тяжело выходит из отношений, чем помочь? Оперный театр. Я сейчас так испугалась, но я понимаю, не испугалась, а подорвалась, потому что в моем понимании внук тяжело выходит, я уже думала из кома выходит, из температуры, из заболевания. Понимаете, я уже начала внимание свое распределять, чтобы здесь и сейчас сразу откорректировать это все. А тут он тяжело выходит из отношений. Скажите мне, пусть соберет деньги, придет, хватит мне ходовый на прием, он быстро выйдет из этих отношений, мне тяжело. А если вы не усугубляете эту ситуацию своим, как говорится, переживанием за него, все они мужики, особенно те, которые зависимы эмоционально, физически от женщин, начинают манипулировать психоэмоции со всех сторон. И всеми, кто их окружает, для того, чтобы у них было оправдание, почему они сейчас не работают или почему они сейчас такие. Потому что они переживают только за себя. в этой ситуации, как бабушка, если вы переживаете, есть два способа, либо по башке дать поговорить и сказать, да, сына, внука своего привести в порядок, хотя у него родители должны быть, вот, либо встать около окошка и молиться о том, чтобы дали ему силы и терпение, правильно пройти этот опыт. Все будет правильно. А по поводу подойти к окошку и зимой молиться, я вам уже рассказывала, да, в Москве, когда есть такой банный переулок, там раньше, 25 лет назад, стояли хозяева квартир, сдавали квартиры. И днем сдают там квартиры, туда вот мы ходили, когда искали квартиры себя. А ночью там стояли девочки, как это, с низкой социальной ответственностью. Это ж надо придумать слово такому, да, вот. Девочки стояли, а там была моя знакомая, там какая-то, ее бабушка, она как раз, ее окна были напротив этой улицы. И вот она вечером приходит, а бабушка около окна стоит и молится. Она говорит, да, что ж ты молишься? Да я ж молю, чтобы этих девок, чтобы голые не стояли, быстрее забрали. Вот так она бизнес проституции помогала делать, чтобы девочки в тепле были. на самом деле помогала. Подойдите к окну, хоть не к окну, помолитесь, чтобы дали силы и энергии. Мне сказали, что это нехороший год. Иди обратно, забери деньги или иди там разбирайся. Если хочешь, чтобы было все по-правильному, приходи ко мне, я тебе по-другому скажу. Мало того, я еще и сделаю это, чтобы был хороший год. Очень нужен совет. И вот это бабочки, цветочки и все остальное. Не помню даже, кто совет. Самый главный совет. Перестань магичить зазря, неправильно. А стань магом в своей жизни. Твори правильные вещи. То есть, в принципе, есть знания, есть объем того, что нужно было сделать, пока в жизни все было максимально, знаешь, как называется, курировали, глазки закрывали, чтобы было безопасно. А сейчас не пользуются тяжелой магией, ритуалочкой, а пользуйся магией мышления, сознания, легкости и формирования образов. Вот, вперед из песни. Идеалити будет. Совет по здоровью, болят зубы. Катенька, солнышко, моя, все у кого сейчас будут проблемы с зубками, с ресничками, волосами, костями, кожей. это все как раз после того, как Плутон из Козерога вышел, шлейф такой, и вот это кармическое, сатурианское, магическое, кто-то называет родовые проклятия, родовые, ну, то, что было там где-то магическое, где-то, как я говорю, не в то, гавни наступили. Или сами. Вот, вот это все начинает выгребаться, потому что освобождение же идет, свобода водолеевская такая, но Сатурн все время свои эти пять копеек вставляет, потому что он и там, и там работает. Вот, поэтому, это что, не усложняет, просто хочу сказать, обязательно лечите зубы, обязательно. Вылезли вот здесь какие-то высыпания, вот, хотя бы, когда понимаете, моете, или что-то делаете, во внимании к этим вещам, потому что это как раз идет залечивание и залатывание, поэтому у меня в этом новолуне у углубленного у Крэйзи будет определенная программа в одно из времен, когда я буду вас с вами работать, у меня будет как раз программа помощи вам для того, чтобы трансформировать скопившуюся энергию магического плана в... А может, что я не скажу, почувствуйте и увидите. Опасаюсь работать на себя. Опасаюсь работать на себя. Не привыкла. Как идти дальше? Ну, бывает такое. И это не сложно. Ну, это, как это, это норма. Не все должны работать только на себя. Компаньоном, как-то где-то взаимодействовать. Это очень сложный вопрос, его надо очень четко корректировать, потому что сказать, работай на другого, а у тебя есть потенциал еще немножко по-другому. Значит, работай в партнерстве. А если ты партнеру покажешь о том, что я честная, давай будем делиться, я все буду делать, и ты будешь делать, и у нас все будет зашибись. Вот так тебя сделают, потому что ты выберешь именно того партнера, который будет готов на твоих глазах брать ответственность, будет доминировать тебя по энергиям, и будет лидером. И ты создашь иллюзию себя, что ты работаешь на себя, ты же не на деле работаешь на себя, но будешь работать на этого партнера, который тебя будет... А почему? Потому что ты так сама сделала. Поэтому к этому надо готовиться. Поэтому постепенно переходи в другие формы. И учись подрабатывать, как ты говоришь на себя, по чуть-чуть. Слушай, Фатиму Халюеву, участвуй во всех наших проектах, все у тебя сложится. Развожусь, что будет дальше. Ты будешь разведенна на какой-то период времени. Можно за тебя порадоваться, а можно за тебя попереживать. Если бы ты не разводилась, развод и разрушение произошло бы обязательно. А дальше можно сказать, ты соберешь себя совершенно новую. И главное, не упивайся раздражением и вот этим нервозностью. Может быть такое, там переживательность, не надо. Время только потратишь. Вот реально, просто потратишь время. Отряхнулась, пошла. И правильно начинает думать и принимать собственные решения. Это твоя жизнь. И тебе в ней находиться. Полгода, 8 месяцев максимальный период времени, в котором ты можешь себя понаслаждать вот этими всеми гадостями. Хочешь сократить срок этой психоэмоциональной тюрьмы, быстренько, как говорится, каждый день практически себе вытаскиваешь за волосы. Через неделю, понимаешь, что уже не можешь, села в ванной, прям ножками, прям по водичке или в душевой, поорала, поорала, поплакала и сказала, блин, я такая хорошая, а вы все сволочи. Вогничка, водичка, умой мою личку и пусть водичка это все смоет. Договоришься с водой и все, вышла такая, опа, я красавица, я могу. То есть, понимаешь, это вот такой разговор с самой собой и он очень важен. Да усритесь, да переплачивайте психологам, психотерапевтам, они скажут то же самое, что я, только скажут вам в течение года на всех сессиях. Поэтому я ни в коем случае не забираю у них хлеб. Я очень рекомендую ходить к ним, когда это необходимо и найти самых хороших и крутых, которые могут это сделать, потому что это большой дефицит. А в данном случае, ну это как тебе сказать, они не могут, например, чтобы рана быстрее у тебя зажила, чем она может зажить и чем ты можешь это сделать сама своими волшебствами, мыслеформами. Понимаешь? Вот. Любую тюлюлю, обнимаю. Родные, любимки мои, золотульки мои, максимально просто прошу, если вам нужны какие-то перемены, позвольте себе участвовать вот в этом новолунии, новолунии в этом Нового года дракона, который у нас сейчас будет. У меня просто я не уверена, будет ли время успеть еще до новолуния сделать эфир. Просто, знаете, как сказать, я вас не прошу, я не делаю воронки, ну блин, вы же потом звоните и мне приходится использовать, вот и почему я делаю дополнительно, там колечки, еще что-то, монетки делаю, разные, накопить энергии. Я и так это сделаю, но вам потом это приобретать придется. А хотя те, кто умный, уже давно приобрели у меня монета женская и мужская дракона, которую я активировать буду 10 числа, и они могут стать неразменными монетами вашего личного счастья в вашей жизни. А еще там есть одна монета, называется неразменный миллион, инструкцию, которую я даю вам сделать это самим. Просто это очень важно для меня, по крайней мере, я буду в этом полностью процессе новолудния, в водолее, в свободе, в творчестве, в коллективе, в волновая структура, электромагнитная структура, и еще в дракошке нашей маминой любимой. Ну, чтобы вы понимали, насколько я люблю эту энергию, у меня сегодня годовщина памяти отца, он у меня рожден был год дракона. На битву я пришла в год дракона, дракона. И вы понимаете, какие циклы я проживаю, а то, что я проживаю, я делюсь этим с вами в лучшем виде. Люблю, целую. Шакира, спасибо. Всех благ.